В городе юности полицейские помогли молодому человеку вернуть его мопед, причем сделали это раньше, чем хозяин успел написать заявление о его похищении. Правда, получить кронус целым и невредимым владелец не смог. Зато короткое время, пока преступник разъезжал на чужом скутере по городу, он успел его изрядно попортить. Поставил вообще на ночь во дворе, поскольку на стоянку поздно было ехать. С утра просто-напросто пришел, а его нету. Все. Ну сразу суетиться, искать вас. К самостоятельной поиске результата не дали, поэтому молодой человек на два дня покинул город по работе, а написать заявление планировал после возвращения. Но как только оказался в отделе полиции и предъявил документы на скутер, сразу же услышал радостную новость. Удивлен тем, что быстро нашли, так как я еще не успел даже заявление пойти написать, как мне позвонили следователи, что его уже задержали. Благодарность горожанин должен был адресовать сотрудникам вневедомственной охраны. Перед задержанием угонщика они патрулировали район. Проверить мужчину, катающегося по двору на мопеде, они решили совершенно случайно. Остановили данного парня, попросили документы предъявить. Документов нету. Спросили, откуда мопед, где взял. Сказал, что купил неизвестных людей за 800 рублей. Как бы это нас очень насторожило. Наездника и транспортное средство доставили в отдел полиции. Там мопед и простоял до прихода владельца. Слова мужчины о том, что кронус он купил, подтвердились. А спустя сутки был задержан и человек, похитивший мокик. Задержанному 23 года он уже был судим. Трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Пока он находится под подпиской о невыезде. Обвинение ему предъявлено по уже знакомой 158 статье Уголовного кодекса. С места происшествия Валентин Борозняк, Руслан Богуславский. При содействии пресс-службы УМВД по Комсомольску-на-Амуре.